Всем привет, я Алексей. И сегодня я хочу поговорить с вами о наборе посуды А137, производитель фирмы Novatur. Такой вот комплект. Даже самому интересно, что это такое. А, я понял еще до того, как открыл. Это чапельник. Ну что ж, давайте пройдемся по комплектации. Посуда алюминиевая, снизу рассеиватель в виде такого небольшого радиатора, как на серьезных дорогих кастрюлях. Внутри похоже, что тефлоновое покрытие. На второй кастрюльке то же самое. На второй кастрюльке то же самое. Чапельник. Очень удобно. Крышка, она же возможно может выполнять функцию в сковородке. Рифленая. Подходит только как крышка для большой кастрюли. А маленькую она... Ну, только если наоборот. А нет, на маленькую она не подходит. Маленькая... Я же не знаю, назвать как это правильно. Миской или все-таки кастрюлькой. Скорее, все-таки миска, потому что кастрюлька должна иметь функцию, чтобы на нее можно было надеть крышку. Вот на этот набор, вот на эту миску. Крышку надеть нельзя. Не предусмотрено. Это вот не налезает ни при каких обстоятельствах. Помимо чапельника здесь есть еще резиночка такая вот замечательная, которая позволяет использовать... Наверное, для подвешивания. Но, правда, она как-то очень уж сильно нагружает, натягивается. И я не знаю, бы не советовал бы на ней ничего подвешивать. Но, учитывая специальные... Как это правильно назвать? Специальные ушки. Сюда можно без проблем соорудить и возить с собой быстросъемную систему навески, которую можно сделать из проволоки стальной или, например, велосипедных спиц. Да. Есть такой. Ну и, наконец, самое вкусное в этом наборе, на мой взгляд, это чайничек. Замечательный. Я вот даже не буду снимать с ручки. Ручка пластиковая. Вот. С фиксацией в лежачем положении и... Новая пока. И фиксации в поднятом положении. То есть, вы, когда, например, готовите на горелке, можете не бояться, что ручка у вас упадет и нагреется. Здесь такое исключено. При этом, за счет особенностей конструкции, ручку, в принципе, можно снять. Но на габариты транспортировки это практически никак не влияет. Чайничек алюминиевый, повторюсь. Вот с таким замечательным маленьким носиком. Крышечка с отводом для пара. Внутри ситечка для заваривания. Чая, например, сразу. И вот такой-то чайник. Дно хорошо проклепанное. Что хочется сказать об этом наборе. Вот он просто замечательный. Вот на мой вкус он... Вкус здесь даже, наверное, ни при чем. Хотя нет, все-таки все зависит от вкуса. Обратите внимание, как все аккуратно сделано. Какой клевый цвет. Как все внешне выглядит очень удобно и функционально. Вот мне лично очень нравится внешний цвет. Он очень приятный такой-то. Зеленый, но не яркий и очень... Он глянцевый, изумрудно-зеленый. Вот я бы его так описал. Чайничек это вообще шедевр. Для тех походов, где вам не нужно ходить fast and light, это просто офигительный девайс. Особенно для кемпинга. Вот я понял, я мечтаю о таком чайнике. Надо попробовать-то отжать этот набор. Ну ладно, я отвлекся. Единственная непродуманная деталь, на мой взгляд, для этого набора заключается в том, что у него отсутствуют ручки. Либо мне их не положили, либо их не было изначально. Если их не было изначально, это не очень хорошо. Потому что вот эта вот кастрюля, для чего они вот на этой кастрюле, да, это понятно. Но вот для чего вот эти ушки сделаны на крышке сковородки гриле, я, если честно, теряюсь в догадках. Потому что чапельник туда никак не всовывается. Вот для чего это нужно? Жарить вы будете, если вы будете, скорее всего, на горелке, на костре, на этой сковородке не пожаришь. А для горелки у вас, чтобы снять ее, вот есть чапельник. Удобно, надежно все держится. Но зато мясо можно барбекю приготовить просто потрясающе. Блин, вот реально, вот этот набор, несмотря на то, что у меня дома посуды, на, наверное, на экспедицию 40 человек хватит, я могу сказать, что это тот набор, который я бы с большим удовольствием лично для себя бы приобрел. Потому что он выглядит качественно, интересно. И чайничек подкупает так, что вот хоть сейчас покупай. Так что хоть прямо сейчас покупай. Единственное, что этот набор все-таки требует достаточно бережного обращения. Потому что тефлоновое анодирование, даже если оно не тефлоновое, а просто вот пищевое анодирование алюминия, то требует все-таки, если вы не хотите, чтобы оно посыпалось через месяц или побилось в каких-нибудь походах, обращайтесь с ним бережно. Как мы видим, все очень компактно складывается. Эти вот замечательные резинки с крючками позволяют не боясь перевозить эту кастрюльку. Но отсутствие чехла говорит о том, что если вы будете готовить на костре, она у вас испачкает потом все в рюкзаке, если вы будете переносить ее просто так. Хотя зеленый цвет, не знаю, на костре как-то вот этот набор, по-моему, только для горелки. Или для плиты. Ну, давайте посмотрим, сколько он весит. Данный набор весит 738 грамм. Это совершенно немного для миски, чайника, кастрюльки и крышки, сковородки, гриль с чапельником и резиночка такая в придачу. Это очень небольшой вес, а выглядит все максимально цивильно и очень-очень мило прям подкупает. Особенно не забываем, что здесь снизу есть радиатор и на миске, и на кастрюльке. Могу смело сказать для тех, кто хочет себе интересный и симпатичный набор для пикников, для ПВД, для каких-то лайтовых походов. Смело смотрите в сторону этого набора. Рекомендую. Ссылочка есть в описании. Ну, а я Алексей. Рассказываем друзьям, подписываемся на канал, ставим лайки. До свидания. Bye.